Привет! Краткая инструкция, как довести до инфаркта всех своих друзей и близких, купив одну простую маску. Главное в зеркало не смотреться, а то себя тоже до инфаркта довести можно. То есть природе было мало того, что она создала страшного паука, она вдобавок еще сделала его колючим. Никогда не заводите двух собак одинакового цвета, иначе периодически будете получать вот такие фотографии, которые будут ставить всех в тупик. Лайк от фактории за необычный ракурс! Такие круги из грибов называют по-разному, кто-то называет их круг фей, а кто-то кругом ведьм. Но детям ведь больше нравится верить в страшилки, поэтому на детской площадке больше никто не играет. Нет, ну и что этот гриб себе позволяет? Хоть бы листочком каким-нибудь прикрылся, шрамота. Вот это я понимаю лазерная указка. В общем так, если ваш лазер не видно с другого конца города, то это просто детская игрушка. Друзья, наша игра почти готова. Игра, в которой нужно пройти полосу препятствий за время, и мы хотим организовать для вас турнир, чтобы узнать имя самого быстрого игрока. Все подробности об участии и об игре вы найдете, перейдя по ссылке в описании под этим видео. Спасибо, а я продолжаю. Слушайте, ну я могу понять, когда случайно закрашивают какую-нибудь муху или комара на стене, но чтобы закрасить ящерицу, чтобы потом ее скелетик вечно проглядывал сквозь краску, жуть какая-то. Что вы так смотрите? Думаете, только вы что-ли бутерброды на завтрак едите? Вот у лисы тоже завтрак и тоже бутерброд, который она честно скоммуниздила со стола. Одно из деревьев давно спилили, но его здорово выручил сосед, и дерево продолжило расти даже без корней. Наверное, это очень странное чувство, когда заходишь в комнату и видишь, что потолок лежит на полу. Теперь интересно, что же за слон у них там на крышу приземлился? Ох, ё-моё! Нет, я, конечно, слышал, что еда из Макдональдса не полезна, но неужели она вызывает мутации? Будем честны, их клоун и так-то страшный, но это уже просто монстр. Вы когда-нибудь такое видели? Это же камера наблюдения с мини-дворником для очистки объектива. А что, очень удобно. Когда птички поют в морозный день, у них тоже идет пар изо рта. Более того, они даже умеют делать колечки из этого пара, что выглядит очень забавно. Мне раньше в голову не приходило бояться арахиса, но, посмотрев вот на этот памятник, теперь буду. Это же нужно было додуматься приделать к нему зубы. Отличная скамейка, на которой никто никогда не сидит после дождя. Кто и зачем додумался сделать вокруг неё такое ограждение, никто не знает. Ну что, человек явно фанатеет по лобстерам. Остаться незаметным на дороге у него точно не получится. Ну вот так и знал, что все события Звездных войн происходили на самом деле. Просто теперь из старых дроидов сделали мусорные баки, поэтому мы ничего не замечаем. Примерно так выглядит Чикаго на рассвете. И да, вода в реке действительно зеленая. Ну, просто водоросли зацвели, поэтому такой фантастический цвет. Я понимаю, картошка может сгнить или прорасти, но насколько же ее нужно было забыть, чтобы она высохла? В Китае в торговом центре женщины могут оставить своих мужей в специальных капсулах хранения, пока ходят по магазинам. Здесь мужчины могут с комфортом развлекаться, играя в видеоигры, пока их супруга подбирает себе туфли. В общем, этот головастик подумал, что ну его, превращаться в лягушку. И продолжил расти. Кстати, расти у него получается отлично, и останавливаться он пока не собирается. В Индии целая река покрылась пеной из-за промышленных отходов. Ситуация для экологии страшная, но выглядит это, конечно, впечатляюще. Эта рыбка называется хиазмодон, и ее можно демонстрировать как наглядный вред обжорства. В ее желудок помещается добыча, вы только вдумайтесь, в 10 раз больше размера самой рыбки. Вот так частенько такой аппетит служит причиной гибели. Вот это я понимаю. Интересная у человека профессия завязывает часы узлом. Когда на них смотришь, не верится, что они сделаны из дерева. В Швеции, проезжая по дороге и соблюдая скоростной режим, вы автоматически будете участвовать в лотерее. Причем призовой фонд обеспечивается из штрафов, оплаченных людьми, которые превысили скорость. Что это? А ничего особенного. Это просто такой град недавно выпал в Техасе весом два с половиной килограмма. Две тысячи лет назад наконечник копья прошел сквозь кость во время римских войн, и он все еще остается там, так что не стоит думать, что копья – это не опасное оружие. Да уж, забывать лимон в посудомойке – это была плохая идея. Но вопрос, что теперь с ним делать? Выкинуть явно будет кощунством, тут скорее пора налаживать контакт с новым разумом. Видели летучих мышек? Ну, такие маленькие, миленькие, летают по ночам бесшумно. А если бы вы жили в Африке, то над вами бы летали вот такие летучие мышки. По-моему, это плод ночных кошмаров, а не милое существо. Как создать шедевр из ничего? В общем, берите четыре палочки, ставьте их под наклоном к стене, и все, ваш шедевр уже готов. Наводнение? Паника? Ой, да я вас умоляю. И разбудите меня, когда все это закончится. Как стать городской легендой? Достаточно просто. Одевайтесь в костюм розового динозавра и гуляйте ночью по городу с бейсбольной битой. Все, остальное за вас сделают слухи, которые поползут по городу. Ну хорошо, почищенный мандарин и грейпфрут, это понятно, но кто додумался чистить лимон и лайм? Хотя это, конечно, красиво, не спорю. Вот вам занятие на случай, если будет катастрофически нечем заняться. Берете соленые крендельки и аккуратненько выедаете из них алфавит. Черника? Это черника? Да ей объесться можно одной штукой. И как ее в тарелку с кашей запихивать, кто мне может объяснить? Если у вас тоже есть фотографии, которые могут всех удивить, скорее присылайте их по ссылкам в описании. Хватит смотреть на них в одиночестве! Вам когда-нибудь доводилось читать очень старые книги? Наверное, это удивительное чувство, когда находишь между страниц цветок, засушенный кем-то 165 лет назад. Солнце, отражаясь в боковом зеркале машины, растопило лед точно там, куда падает отражение. Удобненько! Вот бы теперь так по всей машине лед растаял. Так выглядит парковка для инвалидов возле тренажерного зала. И судя по тому, какой бицепс нарисован у человечка на знаке, ее точно лучше не занимать. Да, это действительно купюра номиналом 0 евро. Это не подделка, она действительно обладает всеми средствами защиты, как и все остальные деньги. Причем стоит такая купюра достаточно дорого, вот только купить за нее ничего нельзя, потому что 0 это 0. В общем, странная какая-то штука. Что бы вы подумали, увидев за окном вот такой пейзаж? Ну да, больше всего похоже на апокалипсис, но на самом деле это всего лишь пыльная буря. Вы какие апельсины больше любите, красные или оранжевые? Для тех, кто еще не определился, есть вот такой совмещенный вариант. За несколько лет кола полностью разъела металлическую решетку в диспенсере. Нет, это не значит, что кола – это ужасная гадость и ее нельзя пить. Просто во всем нужно знать меру. Просто подлокотник кресла, в который много раз втыкали ногти. Казалось бы, да? Ничего особенного, пока не узнаешь, что это подлокотник стоматологического кресла. Многим людям здесь явно было очень больно и страшно. Как понять, что ваш начальник действительно заботится о сотрудниках? Ну, на работе должна быть комната для простуженных, где человек может поспать. Главное, там есть огромный рулон бумажных полотенец, чтобы было куда чихнуть. Нет, это не банан маленький, это шоколадка огромная. Признайтесь, вы сейчас тоже завистливо вздохнули, да? В маленьком городке есть примета, что нужно вставить монетку в дерево на удачу. За долгие годы в этом дереве накопилось столько монет, что скоро будет больше металла, чем древесины. Как сделать так, чтобы крыша дома никогда не протекала? Над ней нужно построить еще одну крышу, ну очевидно же! В отеле кто-то додумался прилепить на стену наклейку с изображением розетки. Судя по тому, в каком она состоянии, очень много людей принимали ее за настоящую, и им это очень не понравилось. Нет, вы посмотрите на это! Вы только посмотрите! Это же банка чипсов, которая заполнена доверху, а не как обычно! Нет, я просто не верю, такого не бывает! На земле не так уж много вещей, которые милее, чем кошачьи лапки. Так что, чем больше пальцев на этих лапках, тем больше милоты. Вы когда-нибудь увидели, чтобы масло для бутербродов подавали к столу вот так, в виде шариков? Причем, чтобы они были мягкими, но не растекались! Магия какая-то! А вас тоже раздражает, когда рядом с вами кто-то громко разговаривает по телефону. Вот чтобы такого не было, в кафе сделали специальную звуконепроницаемую комнату, откуда можно позвонить, никому не помешав. Вот я просто хочу узнать, что же там произошло, что у них в стене оказалась замурована сковорода. Я просто не могу найти никакого объяснения. Если у вас оно есть, то напишите в комментариях. Когда в пакете с чипсами обнаруживается целая, непорезанная картофелина, это считается везением или невезением? Как ее есть-то теперь? Парень потер пальцем наждачку и... и не смог разблокировать свой телефон, потому что стер себе отпечатки пальцев в буквальном смысле этого слова. Выбери следующее видео для просмотра. Спасибо!